Добрый день, это Genius и в студии с вами Дарья Стрелкова. Сегодня в выпуске отмена кьюар-кодов в Татарстане, подробности про симптомы омикрона штамма, фигурное катание на олимпийских играх, взлеты и падения, знаки зодиака и кому лучше не играть свадьбу, новый холостяк, новое шоу, герой и новые правила. Отмена кьюар-кодов. Теперь каждый сможет вновь спокойно посещать общественные места без бумажки о вакцинации. Подробнее об этом в следующем сюжете. Власти Татарстана приняли решение об отмене кьюар-кодов в общественных местах. Эта новость действует с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в своем официальном телеграм-канале. Меняется предъявление кьюар-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в торговых центрах и общественном транспорте. Также объекты розничной торговли снова могут работать ночью. С 21 февраля в Татарстане ослабляются коронавирусные ограничения. Мэрия сообщает, что это связано с особенностями течения нового штамма коронавируса омикрон. Также стало известно, что кьюар-коды не понадобятся и в заведениях общепита. Эту новость активно поддержали жители Татарстана. Таким образом, сейчас можно начать активно подготавливаться к предстоящим праздникам и наслаждаться приближением весны без ограничений. Полина Федорова, G-News Олимпийские игры 2022. Фигурное катание и громкий допинг-скандал. Наши спортсменки представляли страну и стойко справлялись с трудностями. Про это вам расскажет наш корреспондент. На недавно прошедших Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова расплакалась перед журналистами после окончания соревнований, где она заняла второе место, что и стало причиной ее слез. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, которая чисто откатала обе программы в личном турнире. Камила Валиева стала четвертой. Напомню, что в командном зачете спортсменка заняла первое место, однако из-за скандала награждение не состоялось, в связи с чем она не получила золотую медаль. Новость о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой шокировала весь мир. В пробе спортсменки в чемпионате России было обнаружено запрещенное вещество. В ходе самих соревнований фигуристка не могла отвлекаться на подобные правовые разбирательства, так как под угрозой стояла ее подготовка к главным стартам. Россиянка оказалась под мощнейшим прессингом иностранной прессы. В самый ответственный момент фигуристка не выдержала и развалилась в произвольной программе в личном зачете, оставшись тем самым без медали. Несмотря на все сложности, наши спортсменки показали всему миру уровень фигурного катания в России и отстояли титулы чемпионок. Настасья Елена, G-News. О наболевшем. Все новые вопросы вызывает вирус COVID-19, а штамм омикрон окружен неопределенностью и тревогой. Подробнее про симптомы расскажет наш корреспондент. У омикрона могут быть такие симптомы, как боль в мышцах и горле, кашель, насморк, усталость, головная боль, чихание и лихорадка. Также больных может преследовать тошнота, диарея, рвота, боль в животе, вздутие и изжога. Эти признаки могут наблюдаться в том числе и у вакцинированных людей. Чтобы избежать омикрона, врач рекомендует укреплять свой иммунитет посредством антибиотиков. Если вы заметили у себя все вышеперечисленные симптомы, мы рекомендуем вам незамедлительно обратиться к врачу, а также сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Берегите себя и свое здоровье. Екатерина Яковлева, G-News. Почему парни не называют свой знак зодиака, а девушкам важно знать натальную карту партнера? Каким знаком не стоит начинать отношения, узнаем в следующем сюжете. Астрологи утверждают, что некоторым представителям зодиакальных знаков лучше никогда не играть с вами вместе, ведь это может кончиться для обоих знаков плачевно. Но так какой же знак зодиака не подходит лично вам? Смотрим в сюжете. Овнам не стоит связывать судьбу с тельцами, ведь оба этих знака очень упрямы. Тельцам же мы не рекомендуем вступать в отношения с водолеями, ведь оба знака достаточно гордые, чтобы уступить друг другу. Близнецы очень любят флирт, и поэтому им будет также тяжело ужиться с козерогами. Раки – это чуткие натуры, которым нужен определенный подход, но овны слишком брутальны и могут отпугнуть их. Львы всегда будут требовать много внимания, но девы не смогут дать им того же. Девы – это стабильный и постоянный знак зодиака, и поэтому им будет плохо находиться в отношениях со стрельцами. Весы любят личное пространство, но рыбы будут занимать их пространство своей любовью. Скорпион – суровый, но ему нужно время, чтобы довериться своему партнеру. Лев не из тех, кто будет долго ждать. Стрельцам очень важна дружба и карьера, отношения с домашними семейными раками не для них. Козерогам очень важно знать, что их ценят и любят. Но весы не из тех знаков зодиака, что признаются в любви ежесекундно. Независимые водолеи хотят, чтобы их партнер подталкивал к развитию. Скорпионы имеют слишком сильный темперамент, что может задушить водолея. Рыбам нужны такие же эмоциональные, но размеренные люди, как они сами. Близнецы под такие качества не подходят. Будьте аккуратны со своим будущим партнером Екатериной Яковлевой, J-News. Стали известны подробности девятого сезона всеми любимого реалити-шоу «Холостяк». Об этом в следующем сюжете. Стало известно имя нового героя девятого сезона шоу «Холостяк». Теперь их будет двое, и одним из них, как известно, стал 27-летний бизнесмен Александр Гранков. Имя второго, к сожалению, еще неизвестно. Александр надеется найти своего человека и говорит о том, что на проекте он будет максимально открытым и искренним. Также с добавлением еще одного «Холостяка» меняется и формат шоу. Теперь право выбора на церемонии роз будет и у самих девушек, и зависит оно будет от поступков «Холостяка». Отныне герои тоже будут бороться за расположение девушек. Местом съемок нового сезона стала солнечная Мексика. Премьера состоится уже весной. Кучерова Вероника специально для G-News. А теперь о погоде. Средняя температура воздуха на 24 февраля – минус 4 градуса. Ожидаются осадки. Поэтому, если вы собрались делать себе крутой макияж и укладку, то советуем выбрать для этого другой день. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Дарья Стрелкова и G-News. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»